приветствую вас друзья меня зовут ирина маркелова агапова и я сегодня веду для вас трансляцию дождем сейчас друзей пока мы ждем друзей я скину ссылочку на свою трансляцию к нам в чат вижу что трансляция идет люди уже присоединяются напишите из какого вы города я пока скину ссылку на трансляцию к нам в чат и подождем людей как меня слышно напишите какова связь напишите плюсики если меня хорошо слышно вижу что присоединяются виду я с двух смартфонов меня здесь одна трансляция здесь у меня другая трансляция чтобы было много людей поэтому я буду смотреть то сюда то сюда как слышно меня напишите вижу три человека нас смотрят здесь привет борис как слышно меня хорошо представлюсь зовут меня ирина маркелова агапова в сетевом бизнесе меня знают как ирина агапова и я помогла своим партнером заработать более 8 миллионов рублей и среди их числа есть даже глухонемые люди это о многом говорит тема сегодня будет такая почему не получается в сетевом бизнесе напишите я то уже работает в интернете в сетевом бизнесе напишите я жду обратной связи от задержка будет у нас секунд пять наверно как меня слышно не вижу обратной связи напишите слышно ли меня вообще если смысл вести беседу если меня никто не слышит сама зайду с компьютера на свою страницу и посмотрю как меня слышно как слышно меня прием моему звук есть все вижу я трансляция идет и почему не получается в сетевом бизнесе вот такой вот наболевший вопрос очень многие у меня на странице в друзьях которые занимаются сетевым бизнесом и очень многие не добиваются успеха и лишь единицы изображение плывет так релиза нет пишет не надо свою рожу светить позориться если вам что-то нравится вы можете просто покинуть трансляцию и провести свой стрим если вы такой умный у меня два смартфона один здесь один здесь у меня несколько аккаунтов и поэтому я веду сразу с нескольких аккаунт а вы за оскорбление пойдете в банк и наверное люди думают что эта система плохая на вопрос почему не получается отвечаю а чью рожу не надо светить напишите может я вас неправильно поняла и пишут что некоторые думают что эта система плохая вот я работаю в интернете с 2013 года заработала я на три квартиры для тех кто не верит у меня в к стоит шапка моего канала и я там выставлял все свои доходы ну конечно не все потому что все каждый раз вставлять это будет очень очень много заработала на три квартиры в 2013 году я жила в общежитии и 8 человек из моей команды уже стали миллионерами за эти четыре года я зарабатываю не в биткоинах я зарабатываю в долларах в проекте всем миром кто еще не знаком с этой системой у меня в закрепленной записи стоит ссылка и также презентация как это работает сегодня мне пишет женщина я говорит активировала свой кабинет в прошлом году и ничего там не заработала я ей звоню говорю почему вы не заработали она горит у меня были трудности то есть она внесла деньги и ждала когда ей будут с неба падать деньги в интернете нет ничего бесплатная она сказала что это развод я говорю я такой же участник как и вы почему у меня получилось заработать на три квартиры кстати в youtube выставлены все мои видеозаписи как я покупала квартиру купила двухкомнатную квартиру как я купила трехкомнатную квартиру все это у меня есть в youtube я говорю почему у вас две руки и две ноги у меня две руки и две ноги почему у меня получилось а у вас не получилось оказывается это не система плохая это просто она ничего не делала а я делала Я билась в одну точку каждый день, месяц за месяцем, год за годом. Я билась, билась и добилась. Если бить в одну точку, то рано или поздно все равно прорвет. Я всегда так говорю своим партнером. И почему у людей не получается? Они просто иногда не знают, с чего начать. Вот приходят к нам в проект люди, оплачивают вход и сидят. День проходит, два месяца. Они говорят, а что мне делать? Или начинают спамить. Я раньше давала свою методику, которую я написала три года. Приглашай, не приглашай называется. Я по ней работаю, она работает. Потому что мне каждый день идут переводы на мой кошелек Advanced Cash. Я уже проводила не одну трансляцию. Показывала мои переводы, доходы в этом кошельке. Как они поступают каждый день у меня. Выставляю также свои скриншоты. Веду трансляции, на YouTube выставляю. Сегодня решила не показывать свой кошелек, а просто с вами пообщаться. И я написала методику, которую я давала раньше своим партнерам. Они это не ценили. Они брали мои знания и уходили в другой проект. Думаю, нет, так не пойдет. Мы сделали методику платной. Стоит она 1250 рублей. Около 40 видеоуроков. Она постоянно пополняется. Скоро мы ее обновим. И сделаем. Например, по Facebook отдельно будет у нас. По Одноклассникам отдельно. По ВК отдельно. Почитаю, Светлана. Я активно получаю доход в сети. Нет смысла жаловаться. Работайте. Не надо на все проекты. Изучайте возможности разных проектов. Подбирайте вперед. Речь у нас идет о том, что у кого-то получается, а у кого-то не получается. Для тех, кто поздно уже пришел. Про YouTube мы тоже с вами поговорим. Да, релиза нет. Бренд все верно. Чуть-чуть попозже. И люди не знают, как продвигать. Вот я им сразу предлагаю методику. Если вы новичок в интернете или совсем недавно работаете, то покупайте методику, дуплицируйте мои действия. Меня ежемесячно видят в топе 10 лидеров. Уже начиная с 2014 года я каждый месяц среди 900 человек занимаю лидерские места с первого по третье. Но редко бывает с четвертого по десятое. То есть моя методика работает. И мы работаем так, что люди к нам идут сами. И мы никому не спамим, в скайп не добавляемся, рассылок никаких не делаем. Еще я считаю, что надо инвестировать в свои мозги. То есть платите за какое-то обучение, но за действующее обучение. И вкладывайте в свою голову. А потом уже эти знания применяете на практике. Есть люди, которые зарабатывают на YouTube просто на просмотрах. Ну, это надо, например, те роли, которые нарыгали, накакали, много просмотров набирают, чем другие ролики. И много на этом не заработаешь, если нет миллионной базы подписчиков. То есть люди деградируют. Я, например, в своем проекте зарабатываю больше, чем я зарабатываю, например, на просмотрах. У меня тоже монетизированный канал. Следующая причина, почему не получается. Люди вступили в проект, к примеру, поработали месяц. У них ничего не получилось или только-только стало получаться. И они говорят, у меня здесь не получается, пойду я в другой проект. И идут в другой проект. Но там не получилось, они выжили деньги. Идут в следующий проект. Потом в четвертый, в пятый и так далее. То есть бегают по проектам и вкладывают свои деньги. А бывают проекты инвестиционные, которые закрываются. Борис, если плывет изображение со страницы Ирины Агаповой, кинь запись в комментарии на другую трансляцию. Может быть там лучше изображение. Вот ты меня смотришь с другой страницы. Если там лучше, то кинь, пусть люди перейдут на другую трансляцию. Так что я считаю, что надо строить структуру в одном проекте и не бегать там, где вам обещают золотые горы. За один день, за один месяц бизнес не строится. Бизнес строится как минимум 3 года активной, ежедневной работы. Когда у меня канал только-только раскручивался, я не знала никаких буксов, у меня не было никаких роботов. В общем, я пришла в 2013 году в интернет-бизнес абсолютным чайником. И где-то через 6 месяцев я стала зарабатывать тысяч, может 6 или 7. Это спустя 6 месяцев активной работы по 12 часов. Потом-то я поняла, что надо работать не много часов, а просто эффективно. Делать те движения, которые приносят эффект. И, например, если вы уже построили в одном проекте структуру, то можно уже, если структура вас кормит, можно уже идти в другой проект. Изображение Натальи, если плохое, Борис, кинь ссылочку. Давайте я вам сейчас кину ссылку на другую трансляцию, потому что она у меня идет онлайн сейчас. Там, где плывет изображение, сейчас мы поправим и перейдете туда, на другую трансляцию. Секундочку. Вот в комментарии я скидываю. Переходите, Наталья Глушич. Переходите по ссылке на другую трансляцию, там изображение не плывет. Что имеется в виду активная работа? Активная работа, это значит, у вас должен быть план контент. Вот у вас какой-то проект. Вы ведете свой YouTube канал. Раз в три дня, как минимум, раз в три дня вы записываете какой-то ролик. Ведете раз в четыре дня стрим, то есть, как сейчас, трансляцию провожу. Набираете целевую аудиторию. Потом выставляете свои путешествия, фотографии. И не надо каждый день писать, что бизнес, бизнес, бизнес. И люди от этого устают. Надо чередовать. Например, у нас кошка, это тоже партнер по бизнесу. Не удивляйтесь, это действительно так. И кошка мне принесла уже где-то долларов 700 за три недели. Я снимала свою кошку, как будто это мой партнер по бизнесу. Как будто я ее уговариваю вступить в наш проект, а она убегает. То есть, метод стул. Я говорю, подождите, не уходите. Я вам еще маркетинг не рассказала, она убегает. Партнер, будущий партнер посмотрела это видео. И зарегистрировалась в наш проект. Кто пишет, если не можешь путешествовать, сходи на улицу, выйди в рощу, сними природу. Сейчас золотая осень. Ну, у кого-то зима, у нас, я живу на юге, золотая осень. Сделайте селфи, сфотографируйтесь с детьми. Сходите в кафе, сходите в кино. Постоянно фотки, фотки, фотки. Что вы кушаете на завтрак? Снимите свой термометр. Вот мы сделали ремонт на балконе. Я вчера, у меня муж сфотографировался. Там уже в фейсбуке, наверное, 70 лайков. Его лайкают, лайкают, постоянно идут лайки. А у него ссылка на проект стоит. То есть, это метод приглашая, не приглашая. Активная работа – это каждый день что-то выставлять. То есть, это не вагоны разгружать. Это нетрудно. Выставить 6-7 фотографий в день. Запустить где-то рекламу. И в рекламу надо вкладывать. То есть, реклама – это двигатель торговли. Дальше. Если вы работали структуру уже в одном проекте, можно уже идти, бегать, то есть, брать другой проект. Вот у меня во всем миром наработана структура, она меня кормит. Я уже могу вести другой проект. Потому что все проекты одновременно, как некоторые говорят, вести невозможно. И там команду вести, и тут команду вести, помогать своим новичкам. В пошаговое обучение входит, Наталья, YouTube-канал, папка по YouTube-каналу, папка по одноклассникам, что надо делать, чтобы люди к вам шли сами. Не надо писать в личку, что надо делать, чтобы люди сами шли в ваш проект. Дальше папка по Facebook, несколько рекламных площадок, несколько обучающих платных вебинаров, которые в закрытом доступе. Ну, вы их море прошли, Наталья, вы стали миллионером? Напишите мне. Вот моя методика работает. Я заработала за 4 года около 20 миллионов рублей. Все выставлено на моем канале, все вложено вот в эту недвижимость, в которой я живу. Я работаю по этой методике. А вы их море прошли. Эти методики вам принесли какие-то деньги? Вы стали миллионером? Напишите. Дальше. Люди просто сдаются. В сетевом бизнесе слабонервным делать нечего. Человек, если один месяц поработал, не получается, два месяца поработал. У нас есть такой партнер, который полгода работал и не получил ни одного доллара. Она сложила лапки. Надо искать своего козырного туза. То есть, вот вам колода. Пересчитывайте. Вот мне, например, попался козырный туз к нам. Партнер пришел из Италии. Он привел к нам пол-Италии, наверное. Мы за несколько месяцев с мужем работали несколько тысяч долларов. Вот он, козырный туз. А можно его и год искать и не найти. Если не получается, значит, следующую колоду перебирать. Если во второй не получилось, следующую колоду перебирать и так далее. Пока вы не наработаете 5-6 активных партнеров, которые сделают вас долларовыми, миллиардерами, миллионерами. Надо бить в одну точку. Как голодная собака в кость. Вот так вот зубами вцепиться и идти, идти, идти. Потому что пока вы будете пахать на наемной работе 40 лет, вы не заработаете ни на одно нормальное жилье, такое, которое вы хотите. Сколько можно откладывать? Ну вот средняя зарплата, ну сколько получает человек? Вот у нас в поселке вообще вот в Магните ходило 18 тысяч стоит в месяц. А смена вот в магазине продуктовом стоит 600 рублей в сутки. Я зарабатываю от 350 тысяч рублей в месяц. Алексей Андреев. Я занималась психологией. И даже в педучилище на четвертом курсе я изучила весь курс психологии. И сейчас собираюсь изучать НЛП. Кирилл Шуняков. На нашей странице не видно, что вы зарабатываете. Кирилл, а как должно быть видно? Посмотрите все мои трансляции, посмотрите все мои вихтом 1800 видео. Если это будет недостаточно, зайдите на мой YouTube канал. Посмотрите 1900 моих роликов за 4 года. Если этого будет недостаточно, наберите меня в Skype. Ира бизнес, мой Skype. Я вам покажу доходы в режиме онлайн. Ренат, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь сетевым бизнесом. В моей закрепленной записи все и так понятно, чем я занимаюсь. Что надо делать, чтобы у вас получалось? Первое. Обязательно вести свой YouTube канал. Как бы вы не стеснялись, что... Что скажут соседи? Меня же увидят! Когда я была еще незамужняя, я знакомилась с мужчинами. Они говорили, чем вы занимаетесь? Я говорю, я веду бизнес в интернете. Они говорят, извините, спасибо. Хотя сами жалуются, что им не хватает денег на жизнь. И вся их зарплата уходит на еду и на коммунальные услуги. Они не понимали бизнес в интернете. Я считаю, что только сетевой маркетинг сделает вас миллионерами. То есть, как сказал Роберт Киосаки, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. Ну, к сожалению, может, к счастью, я это поздно поняла, только в 37 лет. А до 37 лет я пахала наемной работе. Я была педагогом, учителем начальных классов. У меня педагогическое образование. И я потом работала парикмахером 17 лет. И не заработала ничего. Я работала в Москве, в столице. 10 лет в мужском зале. И не наработала себе даже на комнату в коммунальной квартире. Зато спустя 3 года я заработала себе на первую квартиру в сетевом бизнесе. Алексей, это подразумевается из структуры вашего спича. Мне эта подача материала импонирует. Дальше, чтобы получалось в сетевом бизнесе, вам помимо YouTube-канала и своих видео, которые вы должны записывать, не обязательно по бизнесу, мотивационные, путешествия, своего домашнего питомца, даже просто вы вышли, прогулялись. Вот снимайте, 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 выкладывайте. Даже если их никто не смотрит, все равно выкладывайте, выкладывайте. Дальше, в каком сетевом именно? В проекте Whole World всем миром. За 3 года это раскрутка YouTube. Я не раскручиваю свой канал, чтобы зарабатывать на монетизации. Я набираю свою аудиторию, которая будет смотреть мои ролики и регистрироваться в наш проект. Дальше, вести свои социальные сети. Это значит, у вас должен быть аккаунт ВКонтакте, в Инстаграме. С ежедневным пополнением контента, качественных фотографий. Дальше, в Facebook. Должна быть публичная страница в Facebook. Должна быть страница ВКонтакте, в Одностниках. 4 соцсети. Это обязательно. И с каждодневной публикацией ваших сториз. То есть, вы в курсе, да, что, не знаю, месяца 4 назад в этих соцсетях можно публиковать истории. Вот вы когда заходите в новостях, там такие кружочки ВКонтакте. Или в Facebook заходите с компьютера, там такие кружочки. Это истории, которые видят ваши друзья 24 часа в сутки. Записали историю, выложили. Вот сегодня у меня где-то 25 историй, которые у меня 14 всего, если взять друзей и подписчиков ВКонтакте. У меня около 14 тысяч. И по 36, по 30 просмотров каждой истории у меня ежедневно, конечно, смотрят не все. Но из этих людей, все равно, которые меня смотрят, они заходят на мою страницу, знакомятся с презентацией и пишут мне в личку и спрашивают о проекте. Так, Релизавет. Толку от этих аккаунтов, их никто не смотрит. Вас не смотрят, а меня смотрят. Потому что, значит, надо вести аккаунты правильно. Вот что вы делаете на вашем аккаунте, я чуть попозже, после трансляции, зайду и посмотрю, как оформлена ваша страница. Стоит фотостатус. Вот зайдите на мой аккаунт и посмотрите. У меня стоит фотостатус. Получаю деньги со всего мира. И стоят истории, которые человек зайдет и посмотрит. Закрепленная запись у меня стоит. Стоит шапка канала. Стоит мой сайт, чем я занимаюсь. Стоит у меня статус. У меня страница продающего вида. И обратите внимание, сколько у меня видеозаписей, фотографий и количество друзей. Это моя целевая аудитория. И меня смотрят. Почему меня смотрят, а вас не смотрят? Почему вы сейчас смотрите мою трансляцию, а я вас не смотрю? Значит, потому что вы мне не интересны или вы как-то не привлекли к себе внимание. А у меня метод приглашая, не приглашая. Вот смотрите. Меня смотрит здесь 9 человек. С этого смартфона меня смотрит 11. 11 плюс 9, 20 человек пришли и узнали, кто такая Ирина Маркелова-Агапова. А кто-то регулярно посещает мои стримы и потом присоединяются в мои проекты. Дальше. Вам нужен план контент. Вести свои социальные сети, вести свой YouTube канал. Выкладывать фотографии завтрака, прогулок, путешествий своих детей. Может, вы на концерт там на 9 мая куда-то сходили. Скоро День Матери. Может, какой-то концерт будет, какой-то праздник. Может, вы в парк пойдете, в кафе. Пиццу заказали домой. Гостей позвали, сняли. Все это фотографируете. Я торт есть, не сяду, пока я его не сфотографирую, не выставлю в историю. Я, например, вчера готовила салат из морепродуктов. И я снимала, как я его готовила. И выставляла себе в истории. Несколько историй. Там в видео можно 12 секунд ВКонтакте записывать в историях. И выставляйте. У меня получилось 4 истории, как я готовила салат. И очень много откликов на эти истории. Дальше. И такой план контента у вас должен быть. И не надо выкладывать посты каждый день о бизнесе. Людей тошнит от этого. Когда мне спамят в личку и предлагают сразу ссылку, кидают мне по 5-6 человек в день. Меня уже тоже тошнит от этого. Также и людей тошнит, если вы им кидаете спам. Не надо каждый день выставлять посты по бизнесу. Ну, раз в 2 дня, в 3 дня выставлять. А привлекать вот такими фотографиями, которые я вам перечислила перед этим. Дальше. Посещать вебинары от компании. У нас в проекте проводятся новостные вебинары от директора. И также мы с моим мужем Борисом Маркеловым проводим обучающие вебинары и мотивационные вебинары. Также проводим стримы и учим свою команду тоже проводить стримы. Стримы, кто не знает, вот вы сейчас на моем стриме. Это прямая трансляция. Также мы обучаем свою команду. То есть у нас есть свои чаты в Телеграме. Обязательно нужно каждому закачать Телеграм, Ватсап и Скайп. Смартфон. И иметь мобильный интернет. И команду вести. Помогаем новичкам. Ну, не так я имею в виду, там не по 3, по 4 часа с каждым новичком. У меня за 4 года команда около 5000 человек. Если представляете, все мне будут названивать в Скайп. И я буду с каждым по 3, по 4 часа работать. Это мне тогда не кушать, готовить и с семьей не заниматься. То есть я так не работаю. Я говорю, покупайте методику. Там все разжевано, все уроки разжеваны. Если что-то непонятно совсем, присмотрите еще раз. Третий раз. С пятого, с десятого раза. Ну, там разберется даже школьник второго класса. Дальше. Обязательно надо популяризировать свой бренд. У меня есть свой хэштег. Называю «Иробизнес» специально через букву «З». Такую. Это фишка у меня такая. Если вы вот сейчас в поиске, прямо сейчас наберете, откройте Google, напишите «Иробизнес». Все одним словом. Вам столько информации про меня высветится. Вы просто охренеете. Вот наберите сейчас после моей трансляции «Иробизнес». Сколько картинок, сколько видео и сколько моих постов вам Google выдаст. Еще. И этот хэштег я отправляю под своими постами, под своими видео. Поэтому хэштег у меня знает. Дальше. Если вы наберете в поиске методика «Приглашай, не приглашай», так и называется. Моя авторская методика. Вам также высветятся все мои вебинары, все мои видео. Я в социальных сетях. Вот. Релизанет пишет. Это пахать надо сутками. Вы знаете, что первые два года, когда я только пришла в сетевой бизнес, я работала по 12, по 15 часов, чтобы вылезти из этой сраной общаги и купить двухкомнатную квартиру. И я добилась. У меня это получилось. Хотите что-нибудь полегче? Устройтесь в магнит или вагоны разгружать, например. Официантам, разносчикам пиццы устроитесь. Будет вам 1012 платить. И может, это вас устроит полегче. Все хотят халявы? Я тоже хочу ничего не делать. Стримы не проводить, вообще ничего не диафотки не выкладывать. Хочу в потолок поливать, чтобы мне просто деньги сыпались. Так хочу. Вы же сами понимаете, что так не бывает. Дворником Борис тоже. Это надо в 6 утра уже мести. Презервативы, окурки. Я видела, что они в перчатках ходят. Эти листочки взгребают. Листья сейчас куча. Листья этих желтых. Борником тоже нифига не легко работать. Вот. Легче казино. Ну, рекламируйте казино. Много вы заработаете там. То есть нужно популяризировать свой бренд и знать, например, кто такой Борис Маркелов. И люди уже, несколько тысяч людей знают, кто такой Борис Маркелов. Ирина Агапова Маркелова. Тоже много людей знают, кто такая Ирина Агапова. Борис Маркелова я год как Маркелова, потому что я вышла замуж. А раньше меня знали как Ирина Агапова. Поэтому я представляю, что я Ирина Маркелова-Агапова. И делать нужно вам ежедневные действия. каждый день и быть примером для своей команды. Если вы будете лидером, на вас будут равняться и будут делать так же. Вот моя команда смотрит, что я везу трансляции. Сначала постесняются, постесняются, будут так, они говорят, я не знаю, говорить и так далее, мне нечего показывать доходы еще, я не заработал. Я сейчас тоже не показываю свои доходы, я просто с вами общаюсь. Вот и все. Надо общаться, надо популяризировать свой бренд. Вот я каталась с горки полтора года назад, села на ледянку и зимой поехала вместе с ребенком и вышли на горку. И она сняла это на камеру, я выставила в YouTube. И одна девушка посмотрела, как я катаюсь с горки, потом ей YouTube предлагает новинка, новинка, другие мои видео новые. Она посмотрела потом, чем я занимаюсь, наступила в наш проект. Посмотрела всего-навсего, как я катаюсь с горки. Вот вам популяризация бренда. То есть сначала узнают, не проект, а узнают вас. Кто вы такой, чем вы дышите, чем вы занимаетесь. А потом уже, чем вы занимаетесь, вступают в ваш проект. Вот только так вбиваются люди больших успехов, больших высот. Какие у вас вопросы? Готовы ответить на ваши вопросы? Если нет вопросов, будем заканчивать. И помните, что бизнес строится как минимум 3 года. И первые 3 года работать надо без выходных. Даже если вы едете куда-то в отпуск, берите с собой смартфон, фотографируйте, как вы купаетесь в море, или как вы собираете грибы, или горнолыжный курорт, ну или вообще просто к бабушке. Например, вот картошку вы посадили, снимите картошку и расскажите мотивационное видео, что прежде чем вы будете копать урожай, вы должны посадить, от колорадских жуков это все удобрять, поливать, вскапывать, потом выкопать. И вот урожай. И должно пройти какое-то время. Также и в бизнесе. Пока вы не потрудитесь, вы не пожнете плоды. Даже вот когда сажают картошку, за это платят, либо маленькие вот эти картошинки покупают. Я не огородник, конечно. Никогда не занималась огородом. Сначала вкладывают люди, а потом пожинают плоды. И зарабатывают. Также здесь сначала вы вкладываете. Нет ничего бесплатного в интернете. Сначала надо вложить, а потом уже, чтобы это все приносило плоды. Так же, как, например, открывать свой магазин или парикмахерскую бизнес на земле. Сначала вкладываете в аренду или покупаете площадь. Возьмите там ремонт. Если это магазин, то какие-то витрины. Нанимаете продавцов все это вложение, а потом уже отдача. Все, вопросов, смотрю, нет. Тогда мы будем заканчивать. Приятно было пообщаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok